Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня у нас Гансу в Буме будет 23 левел, который я поднял, и, конечно же, новые пушечки, новые, мать его, родные пушечки, которые я хочу сегодня купить. Сегодня я хотел бы купить что-то из автоматов, потому что, знаете, мне не очень понравилась снайперка, и я не могу с ней долго ходить. Давайте посмотрим, что мы можем купить прямо сейчас. Мы можем купить анаконду, по идее, и ее по тихой грусти улучшить. Близкая дистанция, увеличенный урон на близкой дистанции. Нарастающая скорострельность, скорость стрельбы постепенно повышается при непрерывном введении огня. Хм, интересная штучка. Что есть у нас еще? У нас есть обычный поджигатель, наносит периодический урон при попадании. У него 1120 урона, здесь 1200. Ну давайте посмотрим, что такое наша мать его анаконда. Поехали. Закупаемся и, конечно же, ее улучшаем. Раз, два, три. Требуется 29 левел, чтобы дальше что-то из нее замутить. Ну что, отправляемся в бой, посмотрим, что такое анаконда. Мне кажется, это лютая тема. Ну, как я и говорил, можно спокойно бегать с дуэлиантом до сих пор и шатать. Я в прошлой части уже вам это показывал и доказывал, причем это было реально спокойно. Анаконда выглядит очень красиво, очень мощно. Неплохой скорость бега, потому что у меня штаны на скорость бег. Смотрим, как она будет себя показывать вблизи. Где там? Кто по мне уже стрельнул? 260. Перезарядочку. Идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было зря. Перезарядочку я запулил зря. Сейчас он на него настигнет. А мы его со спины попробуем обойти. Так, еще хильнемся. Хилочка пошла. 20. И скорострельность разгоняется. Не могу попасть пока по нему. Перезарядим. Чем ближе, тем лучше. Значит, она получается как полудробовичок, наверное, да? Тихо. 262. Больше я пока не вижу урона. Идем дальше. Но, в принципе, за счет скор... Ой. За счет скоростерельности мы, наверное, будем рулить. Смотрите, а я не один такой хитрый здесь бегаю с анакондой. Тут много людей, которые тоже бегают с анакондой. Мне кажется, это самая стабильная ружбайка. Самая такая нужная. Но она добывается только за дончик. Обходим. Перезаряжается, в принципе, средняя по скорости. Недолго. 300. 300 хп сносит в хэдшоды. Комбо-брикер. Офигеть. Неплохо шатает. Неплохо. 390 красные. И все в глаза. В глаза 390. Она просто выносит. Киллинг спри, ребята, любимый, который нам нужен. Неплохая ружбайка. Нормально. Перезаряжать мне уже нечего. Хилимса, как это возможно. Разгоняется и на 300 ушатывает. Да ё-моё! Вот с ней просто бегаешь и чувствуешь себя каким-то дуэлянтом. Так. Подберем его. Она у него не апгрейдженная, к сожалению. Но, в принципе, тоже. Тоже магет-то на самом деле. Смотрите. Теперь мы возьмем наш дуэлянт. Старый и добрый. Там наверху, по-моему, уже никого нету или есть. На! По башке! По башке! 900 урона влетел. Санитар! Какой, мать его, санитар? Мне бы здесь так бы побегать. Ну что, а на конду, ребята, я думаю, что это вот куда бодрее, чем взять какой-то Тонатос и, блин, быть последним в игре и ничего не получается делать. Если в каких-то умных катках, то, наверное, да, получится. Эй! Завози в глаза! Чуть-чуть не довернул прицел, в итоге встал, как Алёша. И ничего не делал. Сейчас посмотрим, что она будет делать на дальних дистанциях, на таких средних. Пока отстоимся, похиляемся и посмотрим. Ну что, ребята, вы напишите в комментарии по поводу анаконды, что скажете. Ах, не догнал. Вверх уже тянул, 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 тянул. Он сейчас мою пушку, наверное, если додумается. Нифига, что творит с обычным разрушителем? Я думаю, если бы он додумался, он бы взял бы мою анаконду и... Зашатал бы. Зашатал бы всех. Давай, 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 давай. 389. Да это жестко. Кто-то гранату кинул, он мне гранату подпоследок кинул. Кстати, я забыл совсем про гранаты. От них вообще никакого толку уже нету, как я понимаю. Вообще, ни-ка-кого толку нету. В хэтшот, в хэтшот разгоняйся! Блин. 390. Сколько у него хпшек, кстати? У него тысяча осталось хпшек. Ну что, он тоже вкачанный неплохо. Он чисто по хпшкам разруливает темы. Так, идем сюда. Его, кстати, сейчас ушатали. 384. Они стоят на базе. И все, они выдохлись и не выходят. Просто не выходят. Все, их зажали на базе. Не выходят. Итого у нас получается, что... Ах ты ж! Смотри, со спины зашел, сука! Но нет, во-первых, у нас команда мощная. Во-вторых, у меня донат пушка, с которой я просто выношу всем щи. И, в-третьих, команда противника, она просто заплакала и не хочет дальше играть, как я понимаю. Она просто сидит на базе. Ну, уже все, уже делать ей нечего. Они уже обиделись. Они расстро... Вот, выходят из боя, начинается у них вот это вот. Выходить из... Нифига! Она разгоняется по скорости, если ты просто стоишь и дуплишь. Вот так вот. Уже прям слышно, как стреляют. Но пацаки, конечно, расстроенные. Такой досадой. Смотри, как разгоняется просто раздуплейшн! Жесть! Я реально говорю, реальный раздуплейшн. Наш любимый пулик. Пулик вот мне тоже нравится. Мне кажется, в его пуликах есть тоже своя тема. 12.6, но не так, как бы я... Как я играл обычно на Хэллоуине. Видели, как я играл на Хэллоуине? И просто стоял и с пулемета косил. Я реально косил с пулемета. Здесь немножко не так, но все равно более-менее похоже. Неплохо. Неплохо то, что ты должен подходить. У тебя разгоняется урон, если ты еще на голову нацеливаешься. Это кошмар. Это просто кошмар. Под 300 там. Вот здесь вот, в этой каточке, очень хорошо себя показывает пулемет. Возможно, здесь хорошо бы себя показывал Танатас. То есть, встаешь спокойно на позицию и долбенишь. Вот так вот долбенишь. Долбенишь. Люди не понимают, что происходит. Убиваешь всех. И все. И в порядке. Ну-ка, потом берем эту штучку. Посмотрим, что она сейчас из себя может показать. В итоге, они все равно точку А взяли каким-то макаром. Разгончик лютый, да? Забираем точку. Тихо-тихо-тихо. Дай перезарядиться только. Блин. Можно, конечно, попробовать с Танатаса. Сейчас я вам покажу. Танатас. Но, я еще раз говорю. Если был бы у меня Нокс, да? Вот если бы я не на телефоне играл бы. Я бы раздавал бы в головы. То есть, легче было бы прицеливаться. Здесь с этим делом... Вот только на 2.300. Взлетел, пацан. На 1500. Блин. Вот видите, до сих пор люди бегают с дуэлянтом. И спокойно решают вопрос. Вообще никаких проблем. Берешь дуэлянт, решаешь вопрос. Все. Подошел, выстрелил, убил. Ничего тяжелого нету. Вообще ничего тяжелого нету. Отходишь от дуэлянта? Ох ты ж. Ох ты ж, а какой. Жалко никакого эффекта не дает. Вот смотри, дуэлянт опять. Дуэлянт. Вот еще раз. Еще раз. Лишний раз повторяет дуэлянт, что... Ну что они не отстреляют-то? Алло. Бегают возле дуэлянта, он их просто спину шарахает. Ребят, ну вы чего, блин? Соберитесь. Смотри, у него разрушители, на меня еще вышли люди. Вот он бегает со своим дуэлянтом, он правильно делает. Я тоже показывал тактику, как играть за дуэлянта по этой карте. Ты бегаешь вот так вот за спины спокойно. Вот как он сейчас за спины забегает. То же самое и вы делаете. Заходите в спину. Люди не понимают, что происходит. Я дуэлянт уже сто лет не качал. Убиваете и все. Если бы у меня еще дуэлянт прокачанный был, было бы больше урона. Я на его прокачку забил где-то на 13-14 уровне. И все, и спокойно играете с дуэлянтом. Можно бесконечно играть с ним. Почему он на него-то перекидывается? Блин, вот это автоприцеливание. В итоге осталось-то добить чуть-чуть. Жалко, что у него только ускорение идет. Нету какого-нибудь эффекта огня там. Еще что-то. Но если в хэдшаты, то можно. Только это очень тяжело. Блин, уже со спины. Если бы у меня команда бы играла бы, все было бы нормально. Но я по-любому здесь буду на первом месте. Вот с этого ускорения можно раздавать. Если влево-вправо прямо смотреть, им же еще можно прицеливаться. Я вот захожу в раш тупо, но это уже тупо играю. Чисто иду вперед, чтобы попробовать закосить. Сейчас попробуем обойти. У нас последняя минута. Если мы сейчас захватим, то нормально. Если нет, то все. Это GG. Сейчас надо удержать нам. Кто-то сзади уже. Смотри. Все равно не хватает урона для того, чтобы пушка ускорялась с дуэлянтом. С дуэлянтом на третий апгрейд. Дуэлянт до сих пор шатает кабины. Бегаешь с дуэлянтом, рулишь. Вопрос. Блин, чуть-чуть не хватило. Даблкил сделал до третьего. Чуть-чуть не хватило. Кровопийца тоже лютая тема. Ну, в итоге я здесь по-любому на первом месте буду, но катку, к сожалению, я не выиграю. Да добей ты его. Просто я пошел вперед. Ну, по-любому первое место. Да, 16 киллов. Вот такие, ребята, у нас сегодня были действия с таким вот оружием анаконда. Сами смотрите, что думаете. Эффект. А, вот он там с кровопийцем бегал на 81 тысячу. Неплохая тоже тема. Он, получается, хиляется, убивает, и урон у него 1600. У этой 1700. Ну, только у этой урона 1600 на нулевой. А здесь она прокачивается до пятой. Ну, что, ребята, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Я пошел. Всем пока-пока.